Здравствуйте! В этом отзыве я хотел бы рассказать о московском метрополитене. Казалось бы, многие из вас каждый день, каждый рабочий день ездят в метро, и что нового можно узнать об этом? Но давайте посмотрим немножечко со стороны на данный процесс, и окажется, что есть несколько нюансов, которые позволят улучшить вам пользование московским метрополитеном. Так, я езжу каждый день от метро Речной вокзал до метро Фрудинская с одной пересадкой на станции Театральная, на станцию Охотный ряд. И когда вы планируете свою поездку, вы можете, во-первых, выбрать несколько вариантов пересадок. Например, когда я еду от Речного зала до Фрудинского, либо вариант ехать с одной пересадкой, либо с двумя пересадками через кольцевую линию. При этом также вы можете учитывать продолжительность этих пересадок, потому что вам придется в два раза больше ходить пешком. И это первый момент, который важно учесть. И также вы можете для этого пользоваться популярными сервисами. Там приложения существуют для мобильных телефонов, которые позволяют выбрать оптимальный маршрут. То есть либо чуть быстрее, буквально на одну-две минуты, либо дольше, но с меньшим числом пересадок. Я в основном предпочитаю ездить с одной пересадкой. При входе, значит, метро, для тех, кто, не знаю, расскажу, работает, сейчас унифицировали график работы метрополитена. Он работает с пяти часов утра. И, по-моему, до часа или до полу второго в час закрываются именно переходы между станциями. Дальше поезда доезжают до конечных станций. Но я в такие времена не езжу. Я езжу обычно в час пик. При этом тоже есть такой интересный момент. Попробуйте поехать на работу или на учебу на минуту, допустим, 10 пораньше. Вы можете с удивлением обнаружить, что меньше народа, меньше толпы при входе в метро и даже можно где-то сесть. Я живу на конечной станции метрополитена, поэтому у меня есть возможность сесть и спокойно поспать. Для тех, кто живет не на конечной, подумайте над возможностью проехать немножечко назад, одну, буквально две остановки, и сесть на конечной станции, и тогда, может быть, вам это будет удобнее. Я сажусь все время в середину состава. И обратите внимание, что в вагонах часто бывает такой сквозняк. И поэтому я сажусь на крайние сидения, самое первое в вагоне, в уголок. Причем обратите внимание, что там разный даже ветер с правой и с левой стороны. Для тех, кто чувствителен к сквознякам, кому, допустим, зимой это некомфортно, то выбирайте со стороны петель двери, которые позволяют переходить с вагона в вагон. Для специалистов, так сказать, в этом вопросе. Я сажусь. В чем неудобство этих двух, этих трех, точнее двух с половиной мест в углу, потому что это достаточно тесно. Если вы хотите хорошо поспать, то можно садиться между двумя пассажирами. Такие две подушки с двух сторон. Со стороны поручной неудобно немножко садиться, потому что там все время кто-то над тобой нависает. И обратите внимание, опять же, на себя, как вы себя ведете тоже в метро. Вы можете, старайтесь себя вести так, чтобы доставлять минимум дискомфорта другим пассажирам. Например, даже в правилах сейчас или рекомендуют, не носить на спине рюкзак. Или не свешивайтесь над пассажирами, не открячивайте попу, извините, когда стоите где-то там сбоку, чтобы это было комфортно другим пассажирам. Некоторые пассажиры начинают качать свои права, значит, или там демонстративно говорят, вот там расселся, там молодой, а мне там бабушки там не дают есть. Самая разумная ситуация поведения, в этой ситуации просто вежливо попросить уступить место, если вы пожилой человек. Например, недавно я просто, ну, как всегда дремал, так и ко мне попросил мужчину уступить место. Ну, думаю, ладно, окей, уступаю. Вот, и только потом я обнаружил, присмотрел снимательно у него в районе почки аппарат, который что-то там перекачивает, да, то есть, ну, какое-то заболевание у человека, то есть ему реально тяжело стоять. Вот, и у меня тоже была такая ситуация, то есть с виду я такой здоровый мужик, а бывают пару случаев, была там, знаешь, там температура, вот по 38-39, жуткая слабость, да, то есть или там в под пробивает, то есть какая-то там резкая, да, обострение там простудных заболеваний, тоже бывает, тогда не стесняйтесь тоже просить, чтобы вам уступили место. Вот, конечно же, даже если вы там беременная девушка, старайтесь вежливо просто попросить, и вам уступят место. Вот, если вы это все будете делать в вежливой форме. Опять же, есть в московском метрополитене такой особенность, это вот любовь пассажиров запрыгивать в вагон, просто просьба, когда вы запрыгиваете, да, там в последний момент ходячий, чтобы вы не врезались в других пассажиров, в принципе, поезда ходят часто, это не такой уж большой дискомфорт. Следующий такой полезный совет, если вы вдруг видите где-то валяющийся проездной, вот, не очень близко вот мест прохода, то можно, например, вы взять и потом проверить, на нем иногда бывают даже остаточные поездки, в противном случае вы сделали доброе дело, убрали мусор. Вот, также такой маленький совет, ну, например, валяются, бывают монетки тоже, бывают даже иностранные монетки выходят. Сейчас, кстати, оборудовали в московском метрополитене зоны, в которых обычно выступали музыканты, например, в переходе с театральный на охотный ряд, и там вы можете, те эти артисты выступают безвозмездно и уже у сотрудников полиции по метрополитену меньше каких-то поводов для каких-то коррупционных действий. И можете вот эти вот, например, монетки тоже им отдать, хотя опыт показывает, что вот эти вот нищие, да, отдельно это проблемы, это вот эти, которых крышуют преступные какие-то элементы, вот, это псевдобеременные, да, опять же, стоящие там на коленях с надувными животами, вот, инвалиды, которые там с детьми не своими вот эти ходят, вот, без руки, без ноги. Сейчас, кстати, поменьше почему-то стало, наверное, такая давка меньше наблюдается, ну, либо музыканты тоже, когда вы что-то подаете, тоже думаете, а идет ли это им, либо это большая часть идет их покровителям, да, которые спускают их, там, и поднимают каждый день на станции, метрополитена. Сейчас появилась на портале наш город, город.моз.ру, функция, ну, она уже больше, там, года или двух лет, оставлять сообщения о каких-то неисправностях, неубранном подвижном состоянии, поэтому если там доставлять что-то в дискомфорт, где-то что-то не отремонтировано, какие-то лапочки, может, перегорели или еще что-то, вот, то тоже можете про это написать с приложением фотографии и, в принципе, проблемы решаются, то есть и граффити удаляются, и лампочки вставляются, и какой-то небольшой ремонт делается, вот, то есть для вашего комфорта, да, ну, естественно, при этом нужно там при необходимости точно указывать координатор, там, номер вагона, время того, что вы обнаружили. Это все реально решается в разумные сроки. Таким образом, значит, если вы едете в холодное время с утра, то можно садиться вот в то место, которое указал, летом, наоборот, можно там стоять, где хорошенько ветерком удувают. Ну, появляются сейчас в московском метрополитене, особенно на Кольцевой, вагоны с кондиционированием, вот, делаются ремонт станции, это в ряде случаев перекрывают проезд по центральным линиям, об этом заранее предупреждают. Например, на станции Фрудинской проходил ремонт в течение примерно, там, чуть больше года, вот, и заменили эскалаторы, три заменили на четыре, вот, но странно, как это сделали, все равно утром и вечером одинаково идут два эскалатора на подъем и два на спуск. Логично, наверное, тогда было бы час пик сделать, там, например, на подъем три, а на спуск один. Ну, то есть, вроде как оптимизировали число эскалаторов за счет расстояния между эскалаторами, но толку от этого много не стало. Ну, вот, стала красивее эта станция, на станции метро речного вокзала обновили длинные вот эти лампы люминесцентные, на более мощные, вот, стал светлее на станции, сделали ремонт, то есть, везде все обложили гранитом, заменили светильники на такие круглые, светодиодные, то есть, постоянно идет улучшение в московском метрополитене. И в завершении для, нет, так сказать, местно скажу, то, что поездка стоит одна метрополитене 50 рублей, но я, например, беру за 1700 рублей 60 поездок. Да, вот, можете посчитать, что это гораздо дешевле, это единый проездной, его можно использовать и для других видов транспорта. Это метро, это автобус, троллейбус, трамвай, вот, монорельс. Тоже это все использую. Очень в заключении еще один важный совет, когда я возвращаюсь обратно, или когда садитесь в вагон, выбирайте это начало состава, середина, конец, экспериментальным образом для вашего маршрута определите, где наиболее меньше скопленных людей, и тогда у вас, например, больше возможностей для того, чтобы сесть. Вот, что еще можно сказать про метро? Сейчас, естественно, нельзя сказать, не сказать о том, что строится много станций, например, около продолжения зеленой ветки строятся станция метро Беломорская и станция Ховрина. По факту там хотели открыть очень много станций до 2020 года, по факту открывают там где-то 4-6 станций в год. Вот так это сейчас происходит. То есть немножечко некое идет отстаивание от графика, но новые станции, они позволяют все большему числу пассажиров пользоваться московским метрополитеном. Таким образом, в целом у меня положительные отзывы о метро. Понятно, что есть негатив, который уже неизбежен. Да, вот этот шум, который в будущем будет снижаться за счет более современных технологий. Есть плюс, который всем пользуется, это Wi-Fi. Вот, кстати, есть приложение, которое позволяет бесплатно подключаться без рекламы, да, то есть оно обходит вот эти рекламные заставки. Посмотрите, пожалуйста, оно там для андроида точно есть. Тоже интересная вещь, которой пользуюсь. Но я предпочитаю на самом деле в метро спать, а не копаться в телефоне. В общем, успешного вам времяпрепровождения. Получайте удовольствие от поездок. Отдыхайте. Наслаждайтесь жизнью. И смотрите на ваши каждодневные поездки с новой стороны. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok